Бехета седьмая. О том, что скорбь полезна только к уничтожению греха, и на слова «Вначале сотворил Бог небо и землю», где показывается, что сотворение мира служит источником величайшего утешения, также на слова «Адам, где ты?» и «Об избежении клятвы». Много и о многом говорил я вчера к вашей любви, но из многого, если невозможно вам всего удержать, прошу вас запомнить более всего то, что Бог наслал на нас скорбь не ради чего-либо другого, как только ради греха, и это доказал он самым делом. Когда мы скорбим и печалимся о потере имущества, о болезни, о смерти и о других постигающих нас бедствиях, то от печали не только не получаем никакого облегчения, но еще увеличиваем несчастье. Если же будем скорбеть и печалиться о грехах, то уменьшаем тяжесть греха, великий грех делаем малым, а часто и совершенно изглаживаем его. Помните об этом непрестанно, чтобы вам скорбеть только о грехе, а не о чем другом. Помните также и о том, что грех, привнесший в жизнь нашу смерть, и скорбь, ими же истребляется, как это ясно мы показали прежде. Итак, ничего не будем так бояться, как греха и преступления. Не будем бояться наказания, избежим наказания. И три отрока не убоялись печи, и избежали печи. Таковы должны быть рабы Божии. Если воспитанные в Ветхом Завете, когда еще не умершлена была смерть, не сломаны врата медные, не сокрушены вереи железные, если они столь мужественно встречали кончину, то какое оправдание или какое извинение будем иметь мы, которые, получив такую благодать, не достигаем и одинаковой с ними меры в добродетели теперь, когда смерть есть одно только имя без значения. Смерть есть не что иное, как сон, путешествие, переселение, успокоение, тихая пристань, избавление от смятения и освобождение от житейских забот. Но здесь мы прекратим слово утешение, потому что пятый уже день утешаем любовь вашу, и, кажется, остановимся уже и в тягость. Правда, для внимательных достаточно и сказанного, а для малодушных не будет никакой пользы, если к сказанному прибавим еще больше. Время уже нам обратить поучение к изъяснению Писания, потому что если бы мы ничего не сказали о настоящем бедствии, нас обвинили бы в жестокости и бесчеловечии, равно как если бы мы постоянно только и говорили о нем, нас справедливо обвинили бы в малодушии. Итак, поручив души вашей Богу, могущему проглаголовать вашему сердцу и изгнать из него всю печаль, приступим теперь к обычному наставлению, тем более, что и вообще всякое изъяснение Писания доставляет утешение и ободрение. Таким образом, хотя мы, по-видимому, уклоняемся от преподания утешения, но изъяснением Писания опять нападаем на тот же предмет. И что все Писание внимательным доставляет утешение, это я точно же объясню вам. Не стану даже обозревать исторических сказаний Писания и отыскивать в нем только какие-либо утешительные слова. Напротив, чтобы представить яснейшее подтверждение своего обещания, возьму на ней чтенную нам книгу, если угодно, предложу вам ее начало и вступление, которое в особенности, кажется, не представляет и следа утешения, но совсем лишено утешительных слов. И этим объясню сказанное мною. Что же это за вступление? Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Думается ли кому из вас, что эти слова заключают в себе утешение в скорби? Не исторический ли это рассказ, и не учение ли это творение? 97. Хотите ли же, я покажу, что в этом изречении сокрыто утешение. Итак, ободритесь и тщательно внимайте тому, что будет сказано. Когда услышишь, что небо, землю, море, воздух, воды, множество звезд, два великие светила, растения, четвероногих, плавающих и летающих животных, вообще все видимое, Бог создал для тебя и для твоего спасения и славы, не тотчас же ли получаешь достаточное утешение? И не величайшее ли доказательство любви Божией откроешь для себя, когда размыслишь, что столь прекрасный, великий и чудный мир воззвал Бог к бытию для тебя столь малого. Посему, когда услышишь, что вначале сотворил Бог небо и землю, не проходи без внимания этих слов, но обойди умом всю широту земли и размысли, какой роскошный и богатый стол раскрыл он перед нами, и сколь великое со многих сторон предложил нам наслаждение. И что важнее всего, дал он нам столь прекрасный и великий мир не в награду за труды и не в возмездие за добрые дела, но лишь только нас создал, как и почтил род наш этим царством. Сотворим человека, говорит, по образу нашему и по подобию. Что значит по образу нашему и по подобию? Разумеет, образ начальства. Как, говорит, на небе нет никого выше Бога, так на земле да не будет никого выше человека. Итак, Бог почтил человека, во-первых, тем, что сотворил его по образу своему, во-вторых, тем, что дал нам начальство не в награду за труды, но как чистый дар своего человеколюбия, в-третьих, тем, что это начальство сделал для нас прирожденным. Одни начальства прирожденные, а другие вручаемые. К первым относятся, например, владычество льва над четвероногими или орла над птицами, к последним владычество царя над нами. Он не по природе властвует над своими сарабами, потому нередко и слагает в себя начальство. Таково все, что дается не от природы, оно легко изменяется и переиначивается. Но не так со львом. Он по природе владычествует над четвероногими, равно как и орел над птицами. Потому в этой породе животных царственное достоинство всегда наследственно, и никто не увидит, чтобы лев когда-либо сложил в себя владычество. Таковое царственное достоинство и нам даровал Бог вначале и поставил нас над всем. Да не только этим почтил Он нашу природу, но и превосходство самого места, назначив нам в прекрасное жилище рай и одарив нас разумом и бессмертной душою. Но не буду и говорить об этом, скажу. Богатство, попечительность Божия столь велико, что благость и человеколюбие Его можем указать не только в том, чем Он почтил нас, но и в самых наказаниях. Это-то особенно и прошу вас твердо знать, что Бог одинаково благо, и когда оказывает честь и благотворит, и когда наказывает и карает. Потому, когда у нас возникнут с язычниками или сиритиками споры и рассуждения о человеколюбии и благости Божией, будем доказывать благость Его не только тем, чем Он почтил нас, но и самыми наказаниями. Если Бог тогда только благость, когда оказывает честь, и не благость, когда наказывает, то Он благ только в половину. Но это не так. Нет. В людях, конечно, бывает это, когда они наказывают во гневе и страсти. Но Бог, будучи бесстрастен, благотворит ли, наказывает ли одинаково благость. И угроза гиенную доказывает Его благость не меньше, чем и обещание царствия. Как это? Объясню. Если бы Он не грозил гиенную, если бы не приготовил наказание, многие не получили бы царствия. Многих не столько обещание благ склоняет к добродетели, сколько угроза о несчастье, внушая страх, заставляет и побуждает заботиться о душе. Таким образом, хотя гиенна и противоположна царствию небесному, но и то, и другое ведет к одному концу, спасению человеческому. Это царствие привлекает к себе, а та гиенна понуждает идти к нему же и страхом исправляет нерадивых. Девяносто девять Не беспричинно распространяется об этом, но потому, что часто во время голода, засухи и войны, при обнаружении царского гнева и в других этого рода неприятных случаях многие обольщают простодушных и говорят, что эти бедствия несовместимы с промыслом Божиим. Посему, дабы нам не обманываться, но верно знать, что посылает ли на нас Бог голод или войну, или другое, какое несчастье. Это он делает по человеколюбию и великой посещительности. Я и нашел нужным остановиться на этом слове. Так и отцы. Более всего любящие детей лишают их стола, подвергают побоям, наказывают бесчестиям и множеством других мер, исправляют свои вольности. А все-таки они отцы, не только когда ласкают детей, но и когда делают такие взыскания. Да тогда-то особенно они и отцы, когда делают это. Если же о людях, негодованием и гневом, часто увлекаемых за пределы полезного, говорим, что они наказывают тех, кого любят, не по жестокости и бесчеловечию, но по заботливости и любви, тем более должно думать так о Боге, который великостью своей благости превосходит всякую отеческую любовь. И чтобы не подумал ты, что это сказано по догадке, обратимся к самому Писанию. Когда человек был обольщен и обманут лукавым демоном, посмотрим, как Бог поступил тогда, сделавшим такой грех, погубил ли его совершенно. Справедливость требовала совсем истребить и погубить того, кто, не сделав ничего доброго, удостоился такой милости и потом тотчас же отступил от Бога. Однако Бог не сделал этого, не возгнушался и не отверг того, кто показал себя столь неблагодарным к благодетелю, но идет к нему, как врач к больному. Не пропускайте слов без внимания, возлюбленный, но подумай, каково это, что Он не послал ангела, ни архангела, ни другого, кого из подобных человеку рабов, но сам Господь не шел к падшему и восстановил лежащего, и один на один пришел к нему, как друг, к несчастному и впавшему великое бедствие другу. Что Он сделал это по великой своей попечительности, показывают и самые слова, которые Он сказал к нему. Они показывают Его неизреченную любовь. И что говорить о всех словах? Первое уже слово тотчас обнаружило любовь Его. Он не сказал, как бы следовало сказать оскорбленному, нечестивый и непотребный. Ты удостоился от меня такой милости, почтен такой царственной властью, возвеличен перед всем на земле без всякой заслуги. На самом деле получил залоги моей попечительности и верные доказательства промышления. И лукавому демону, губителю, и врагу твоего спасения поверил ты более, чем Господу и промыслителю. Что такое оказал Он тебе, как оказал я? Не для тебя ли я создал небо, землю, море, солнце, луну, все звезды? Ангелы не имели нужды в таком творении. Но для тебя и для твоего покоя я создал такой прекрасный и великий мир. А ты, поверив более пустым словам, ложному и обманчивому обещанию, не жили на деле, оказанному благодеянию и промышлению, предался ему, дьяволу, и поправ мои законы. Это и больше этого следовало бы сказать оскорбленному. Но не так поступил Бог, а совсем напротив. Первыми уже словами Он тотчас восстановил лежащего. Сам первый позвал его и устрашенного, и трепещущего заставил ободриться. А лучше сказать, показал любовь и великое нас попечение. Не в том только, что первый позвал его, но и в том, что назвал его по имени и сказал, «Адам, где ты?» Все вы знаете, что это свидетельствует о настоящей любви. Так обыкновенно делают и зовущие к умершим. Они непрестанно повторяют их имена, тогда как наоборот, ненавидящие и злобящиеся на кого-либо не могут и вспомнить имен своих оскорбителей. Так Саул, хотя и ни к чему, ни в чем не оскорбленный, напротив, сам много и сильно оскорблявший Давида. Из отвращения и ненависти к нему не хотел вспоминать и его имени, напротив, заметив, что все собрались у него, а Давид не пришел, что говорит, не сказал, где Давида, но где сын Иисеев. Иисус назвал ее по отцу. Тоже делает иудеи по отношению к Христу. По елику они не любили его и ненавидели, то не сказали, где Христос, но где он? Иоанна 7,11, 1 царств 20,27, Но Бог, желая и в этом показать, что грех не погасил любви и прислушание, не истрелило в нем благоволение к человеку, а что он еще промышляет и печется о падшем, говорит, Адам, где ты? Говорит так не потому, чтобы не знал, где он был, но потому, что у согрешивших сомкнуты бывает уста. Грех останавливает в них язык, совесть удерживает его, и они остаются безмолвны, связанные молчанием, как цепью. И так, желая вызвать Адама к смелости в разговоре, придать ему бодрости и побудить к оправданию своего греха, чтобы получить ему какое-либо извинение, Бог сам первый позвал его к произнесениям имени Адама. Он много убавил у него робости и этим зовом прогнал страх его и отворил ему уста. Вот почему и сказал, Адам, где ты? В другом положении, говорит, оставил я тебя и в другом теперь обретаю. Оставил в дерзновении славе и нахожу теперь в бесчестии и молчании. Посмотри еще на попечительность Божию. Не позвал он Еву, не позвал змея, но кто легче всех согрешил, того первого и ведет на суд. Дабы начав с того, кто мог заслуживать некоторые извинения, произвести более милостивый приговор и той, которая тяжко согрешила. И судьи не сами допрашивают своих сарабов, имеющих одинаковую с ними природу, но избрав посредников, кого-либо из служителей своих, велят ему передавать свои вопросы подсудимому. Через него и говорят, и выслушивают, что хотят, когда допрашивают преступников. Но Бог не нашел нужным иметь посредника между собой и человеком. Он сам, лично, судит и расспрашивает. Кроме этого, достойно удивлений то, что Он еще и исправляет грехи. Судьи, когда поймают разбойников и гроба расхитителей, заботятся не о том, чтобы сделать их лучшими, но чтобы наказать их за преступления. Бог совсем напротив. Когда уловится грешившего, не о том заботится, чтобы наказать его, но чтобы исправить, сделать лучшим и впредь неуловимым от греха. Таким образом, Бог вместе и судья, и врач, и учитель. Как судья допрашивает, как врач исправляет, как учитель вразумляется грешивших, вводя их во всякую премудрость. Если же одно простое и краткое изречение показало в Боге свою великую попечительность, то что, если бы мы прочли вам обо всем этом суде над Адамом, и изложили бы вполне все это событие, видишь, как все писание служит к утешению и наставлению, но об этом скажем в свое время. А наперед нужно бы сказать, когда дана эта книга. Не в начале же, не тот час после Адама это написано, но после многих уже поколений. Достойно также исследование, почему написано это. После многих уже поколений, почему только для иудеев, а не для всех людей, почему на еврейском языке и почему в пустыне Синайской. Не без причины же апостол упоминает об этом вместе, но и через это подает нам великую мысль, когда говорит так, это есть два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство. 101. Многого бы и другого нужно исследовать, но вижу, что время не позволяет нам пустить словом в такое море. Почему отложив это до удобного случая, опять поговорим с вами об избежании клятв, и попросим любовь вашу позаботиться об этом с большим старанием. И не странно ли, что слуга не смеет назвать господина своего по имени, без нужды, и по пустому случаю, а мы имя Господа ангелов произносим везде, без нужды, и с великой небрежностью. Когда нужно тебе взять Евангелие, ты умыв руки, берешь его с великим почтением и благоговением, с трепетом и страхом, а имя Господа Евангелия без нужды везде носишь на языке. Хочешь ли знать, как произносят имя его горние силы, с каким трепетом, с каким ужасом, с каким изумлением. Видел я Господа сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его. Видишь, с каким страхом, с каким трепетом называют его они, когда славословят и воспевают. Ты призываешь его с великой небрежностью, и в молитвах, и в прошениях, когда бы следовало трепетать, быть осторожным и внимательным, а в клятвах, где и совсем не надлежало бы приводить это чудное имя, сплетаешь разные одну с другой башбы. И какое будет нам извинение, какое оправдание, хотя и тысячу раз станем ссылаться на привычку. Рассказывает о каком-то языческом риторе, что он имел глупую привычку, идуя беспрестанно подергивать правым плечом. Однако он победил эту привычку, стал класть на его плеча острые ножи, чтобы опасениям пореза отлучить эту часть тела от неуместного движения. Сделай тоже и ты с языком, и вместо ножа наложи на него страх наказания Божия, и, наверное, будешь иметь успех. Быть не может, чтобы остался без успеха тот, кто делает это заботливо и старательно. Теперь вы хвалите слова мои, но когда исправитесь, будете еще более хвалить не только нас, но и самих себя. Станете с большим удовольствием слушать, что говорено будет, и с чистой совести произносить имя Бога, который так бережет себя, что говорит, не клянитесь и головою, а ты как пренебрегаешь им, что клянешься и его славою, но что мне говоришь делать с теми, кто ставит меня в необходимость, какую это необходимость, человек? Пусть все узнают, что ты скорее решишься все претерпеть, чем приступить закон Божий, и не станут принуждать тебя. Не клятва дает человеку веру, но свидетельство жизни, непорочное поведение и добрая о нем слава. Многие часто надрывались, клянясь, и никого не убеждали, а другие одним наклонением головы приобретали себе более веры, нежели столько клявшиеся. Зная все это, имея перед глазами ожидающие клянущихся наказания, отстанем от этой дурной привычки, чтобы после этого перейти нам и к другим добродетелям, и получить будущее, благо которых идут, достоинся всеми благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава держава и честь Отцую и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь.